Канал «Сказано» приветствует вас! Сегодня мы зачитаем статью Юлии Витязевой «Украину испортил украинский вопрос». Продолжая наблюдать за Украиной, все больше убеждаюсь, что эту страну испортил именно украинский вопрос. С учетом того, что эта страна никогда не имела своей государственности и опыта самостоятельного управления людьми и территорией, то именно сейчас она отчаянно пытается наверстать упущенное и хотя бы казаться полноценной. Отсюда и все эти дикие истории про Русь-Украину, копателей Черного моря, великих украинцев с русскими фамилиями, претензии на Кубань и фантомные боли по Крыму. На самом деле, все это больше напоминает некогда модное увлечение составлением генеалогических древ и покупку титулов лордов, герцогов и баронов по сходной цене. Психология в обоих случаях одинакова. Не то, чтобы в «Князи из грязи», но когда других явных достоинств нет, то красивый сертификат о дворянской родословной сильно поднимает самооценку. Собственно, то же самое и с Украиной. Искусственно созданным государством, которого еще чуть более ста лет назад не было на карте. Равно, как по сути, не было и украинцев. Кстати, лично я убеждена, что их нет и сейчас. Украинец – это гражданство, но не более того. Но для того, чтобы гражданство превратилось в национальность, нужно сделать очень многое. Во-первых, перестать выдумывать себе историю и присваивать чужих знаменитостей. Во-вторых, признать, что на данный момент времени Украина ничем действительно важным и значимым в сфере личных достижений похвастаться не может. И даже если чисто гипотетически признать, что именно Украина дала миру Королева и Малевича, то возникает резонный вопрос. А почему последние 30 лет эта страна не дает миру общепризнанных гениев? Что произошло? Что мешает? Неужели Россия, родство с которой вы отрицаете на каждом углу? Ну вот правда. Почему все, кем Украина так гордится, родились, выросли и прошли период своего становления именно тогда, когда Украина была либо в составе Российской империи, либо СССР? Я знаю, что вам будет больно это читать. Но фокус в том, что вам на роду написано быть вместе с русскими и только при этом условии процветать. Нет, ну правда. Ну что вам дали речь Посполитая, турки, шведы, Атланта, нацистская Германия, Евросоюз, США и НАТО? Что с их помощью вы создали и кого воспитали? Ответ однозначный. Кроме мифического чувства гидности, которое на хлеб не намажешь, вам похвастаться больше нечем. Даже ваши Мазепа и Бандера – это исключительно для внутреннего пользования. Собственно, как и все остальные. Даже ваша гордость террорист Сенцов без промоушена со стороны Пинчука и Ахметова никому не нужен. Скажу больше. Да, будет больно, но правда она такая. Ваша героическая, в кавычках, война за Крым и Донбасс на Западе интересна лишь сквозь призму расширения окна Авертона в отношении России. И как только без перспективность этой затеи станет очевидна окончательно, вас тут же милости воздадут России. Без боя и единого выстрела. С целью обязать ее не дать вам сдохнуть от голода. Нет, безусловно, вам никто не запрещает заниматься самообманом и жить с надеждой на то, что кто-то когда-нибудь вернет вам Крым с Донбассом и, уничтожив или хотя бы расшатав Россию, избавит вас от комплекса малороса. Комплекса именно в вашем исковерканном понимании этого достойного и гораздо более исторически значимого, чем украинец, слова. Вот только режим ожидания – это самая бесполезная трата драгоценного времени. Особенно для тех, кто и так всю свою жизнь зависит от чужой воли и имеет все шансы не дожить до той прекрасной поры, в которой все сказки получат хотя бы какой-то шанс стать былью. Спасибо за внимание! Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, оставьте свое мнение в комментариях, поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.